Музыка Компания Озон Про Артур Хасравян И под ваши аплодисменты Я его приглашаю К нам на сцену Тема сегодняшней Лекции? Это лекция вообще? Встречи Встречи, да То есть можно более неформально Креативные проекты Создание и продвижение Креативных проектов Вообще попытки Описать как-то креативность Наверное они не могут Увенчаться там полным успехом Поскольку мы можем Много написать о музыке Но при этом Когда она звучит Все становится понятно Невозможно описать Скульптуру или картину Словами пока ты ее не увидишь То же самое с креативностью Другими словами Творческие способности Понимая что Последнее время Много заимствований В нашем языке иностранных слов Зачастую это не так хорошо Но в случае с применением Термина креативность Наверное я думаю Это нормально Поскольку Когда мы говорим Творчество Возникают ассоциации С искусством С каким-то там Созданием каких-то Произведений и так далее Креативность же более широкое понятие И можно много говорить И пытаться классифицировать Но все-таки Каждый сам для себя Ее по-разному определяет Также попытки Посадить понимание креатива На какую-то методологию Как-то ее описать системе Тоже не увенчаются успехом Поскольку все талантливые Какие-то креативные проекты Персоны, которые реализуют Себя в этой области Зачастую У них в голове нет методологии Все-таки Несмотря на Некоторую тщетность попыток Определить Что же это такое Прежде чем Мы перейдем к конкретным примерам И к опыту Которым я хотел бы с вами поделиться Все-таки давайте структурируем Немножко Это понимание Итак Креативность Творческий потенциал Определение достаточно простое Способность принимать Творческие решения И создавать новые идеи Способность достигать цели Находить выход Искажешься безвыходными ситуацией Используя обстановку Предметы, тенденции Обстоятельства Необычным способом Другими словами Смекалка В обычной жизни Остроумное решение проблемы Причем не специализированными Нестандартными инструментами И ресурсами Это то определение креативности Которое можно применить Наверное Больше к работе И к созданию Каких-то проектов Итак Те составляющие Которые я выделяю Для определения креативности То те качества Творческих подходов Которые определяют Их эффективность И результат Во-первых Это скорость Способность Принимать быстро решения Способность Переключаться с одной Проблемой И задачей на другую Способность Оперативно действовать Это неотъемлемая часть Креативных подходов Гибкость Открытость К разнообразию Идеи и стратегии Способность Опять же Переключаться От одного вопроса К другому Оригинальность Вот это наверное Ассоциация В первую очередь Возникает При разговоре О креативности Здесь Конечно же Она нужна Способность Выдвигать идеи Отличающиеся От очевидности Но Здесь есть Немножко Такое В общем Капкан В который попадают Многие люди Которые решают Сейчас вот я буду Креативным Нужно быть оригинальным И часто Мы в своей практике Сталкиваемся С так называемой Ложной оригинальностью Оригинальность Ради оригинальности Когда люди Чувствуют Некую посредственность Того что они делают И пытаясь Привнести В контекст Своей деятельности Что-то необычное Гонятся за Оригинальностью Которая не имеет Не имеет Смысла Смысл В любом креативном подходе В стремлении К оригинальности Заключается в том Чтобы найти решение Решение Которое поддерживает Миссию Цель проекта Об этом чуть-чуть Попозже Я тоже скажу Способность Видеть суть Проблемы Это Конечно же Относится не только К креативности Но тем не менее Главная ее Составляющая Способность Сопротивляться Стереотипам Для меня Это Один из Главных критериев Которые позволяют Разрабатывать Действительно Интересные проекты Потому что Стереотипов Вокруг гораздо больше Чем мы думаем И зачастую Мы двигаемся В них Не осознавая Того И Опять же Мы принимаем решения На каких-то этапах Создания проектов Мы Останавливаясь На них Создаем свой Собственный Небольшой Стереотип Да И Не способны Менять их Если Не имеем Ту же самую Гибкость Например Сопротивление Замыканию Это тоже Об этом же То есть Мы что-то придумали Мы создали Нас все устраивает И Мы замкнулись Такое часто Очень бывает В рамках создания Каких-то проектов Когда уже Вроде все Определено Особенно Это встречается В компаниях И командах Где больше Четырех-пяти человек Вообще Вот есть такая опасность При Мозговом штурме Когда люди Очень разные И Они ищут Какую-то идею Если Не будет В команде Лидера Или человека Который возьмет На себя ответственность Остановиться На каком-то решении Как правило Эти решения Как правило Принимаются решения Которые устраивают всех И они Зачастую Бывают Достаточно посредственными И неяркими Потому что Они устраивают всех И В сопротивлении Замыканию В данном случае Означает Еще и то Что Несмотря на Разработанность Каких-то идей Несмотря на полное Понимание На каком-то этапе Все равно Нужно продолжать Быть открытым К информации К идеям Которые Приходят Разработанность Разработанность Способность Детально Разрабатывать Возникшие идеи Я считаю Что у людей С творческим Подходом Зачастую Это является Действительно Проблемой Потому что До какого-то Момента Что-то Изобретается И дальше Такое тоже Очень часто бывает Решается Ну вот По мере поступления Проблем Мы будем их решать Как-то Выкручиваться Наверное Все-таки Разработанность Полного цикла При том Что нужно Сохранять Открытость К видоизменениям К идеям Она является Основой Все-таки Креативного подхода Метафоричность Это Образность Мышления Здесь все понятно Ну и конечно же Удовлетворенность Это очень важный момент Который Многие люди Опускают Но он сильно Отражается На сознании На отношении Да Что я называю Удовлетворенностью То есть Каждый раз Когда мы реализуем Какие-то проекты Мы должны Найти В них Смысл И быть Удовлетворены Тем Что мы Сделали Даже если Что-то пошло Не так Даже если Проект Вышел Неудачный На наш взгляд Или Недоработанный Да Осознать И внутри себя Провести Вот такую Рефлексию На тему Что же Он дал И Прийти все-таки Внутри себя К удовлетворенности Проектам Позволяет Двигаться дальше Без Вот этого Как его называют Духа поражения Без Без Сомнений Еще один тезис Который я Выписал отдельно Креативность Предполагает Повышенную Чувствительность К проблемам Дефициту Или Противчивости Знаний И как результат Действия По определению Этих проблем И поиску решений Что я Под этим Подразумеваю Поскольку Креативность И творческие Способности Напрямую Связаны С той частью нашей личности Которая Действует Больше Интуитивно И То есть Здесь невозможно Двигаться логикой Или просто интуитивно То есть Интуитивно Логический подход Предполагает То, что Человек Должен Живо Реагировать На происходящее Вокруг Если мы живем Не замечаем Вокруг Очевидных вещей Если нас Действительно Не волнуют Какие-то проблемы Ими сложно Заниматься Потому что В них сложно Просто погрузиться Следовательно Нужно гореть Всегда Если Нет интереса К чему-то Чем-то Занимаешься Лучше Этим не заниматься Или Это будет Просто реализовано По обычной схеме Ради Каких-то Более Прозаичных Бытовых задач Деньги Структура Карьера И так далее Все-таки Креативность Это немного О другом Это об изменении Общества Некоторые повторения Но все-таки Немножко другая Формулировка Что есть Креативные проекты Реализуемые За рамками Привычных алгоритмов Понимания И спроса В этом смысле Они могут Затрагивать Любые сферы И то Предубеждение Что креативность Например Свойственно Больше творчеству Наверное Неправильно Потому что Любой креативный Подход Любая Способность Нестандартно Мыслить И решить задачи Они прослеживаются Везде От бизнеса От бизнеса До Творчества Сейчас я даю Информацию Сухую Потом мы Перейдем К идеологии Которые мне На самом деле Больше нравятся Но Как я уже сказал В начале Без Просто Без понимания Структуры Невозможно двигаться При этом Структура Не дает гарантии Того Что Вы что-то Реализуете В нашей Деятельности Моей команды И В проектах Мы Выделяем Следующие Основные Проектные Составляющие Это Разработка Идеи Собственно Она происходит Методом Мозговых штурмов Либо Просто Спокойно Посидеть В комнате И подумать Иногда Тоже Помогает Мне Иногда Приходят Мысли Перед сном Приходится Вставать И записывать Почему-то В это время Больше всего Это происходит Анализ Рынка Немножко Может быть Скучная Часть Творческой Деятельности Но Без нее Невозможно Понять То, что Происходит Один Из Главных Наших Врагов Что ли На пути К созданию Действительно Уникальных Проектов Это Мнение Ближайшего Окружения Так Завелось И вот Мы по Соцсетям Даже Видим Что Хвалят Всех И все Вокруг Под любой Фотографией Можно найти Восторженные Оценки И мы Часто Попадаем Вот в Эту Западню Когда Ориентируемся На Мнение Ближайшего Окружения Пытаясь Строясь На основании Этого Понимания Того Что происходит В обществе В мире Или в той сфере Где мы Действуем Поэтому Сухой Анализ Рынка Свод Анализ Или Другие Виды Позволяют Методично С ручкой В руках Построить Все-таки Вот ту Картину Которая Очень Сильно Позволяет Потом Устроить Творческий Джаз Которому Предшествует Математика Конечно Менеджмент Без Этого Никуда И зачастую Это Является Предопределяющим Мы делаем Крупные Городские События Последнее Вкусная Казань Гастрономический Фестиваль В составе Пяти человек Все остальные Люди Это фрилансеры Приглашенные Люди И нам Очень комфортно Друг С другом В первую очередь Потому что Каждый из нас Понимает Как мысль Другой И Менеджерская Работа Внутри Коллектива Позволяет Нам Таким Маленьким Количеством Людей Реализовывать Достаточно Большие Проекты И Сказывается На Команда Образования Юридические Основы Как это ни Странно В творческой Деятельности Тоже Должны Учитываться Потому что В какой-то момент Могут возникнуть Неприятные сюрпризы Продвижение Об этом мы Также будем Говорить Немного позже Коммуникации Это Разговоры о том Что нужно Постоянно Быть открытым Коммуникациям С людьми Со всеми Кто вокруг Финансирование Инвестиции Это Тоже То Что позволяет Проекту Набирать Свой Креативный Потенциал Хотя Многое Можно сделать Без денег И Я убежден Что Деньги Финансирование Не Напрямую Влияет На результат Может быть Даже Наоборот Его портят В моей жизни Было много Примеров Когда Мы Без вложений Умудрялись Сделать Гораздо Большие Вещи Чем На Какие-то Бюджеты И Спонсорские Деньги Бизнес Планирование То Что Недостает Творческим Людям Опять же Я об этом Уже Говорил Бизнес Коммуникации И Аккаунт Менеджмент Это то Что Относится К Связям Внешним Миром Это Основа Она Достаточно Скучная Если Нужно Я Потом Могу Передать Эту Информацию Теперь Перейдем К основному К тому Что я Хотел бы До вас Донести Потому Что Вы Очень Важная Часть Общества Журналисты Которых Кто-то Ненавидит Кто-то Любит Я не знаю Насколько Вы Осознаете Я в институте Этого Не понимал Но Это Факт Вы Действительно Четвертая Власть Вы Те Люди Которые Формируют Общественное Мнение Которое На него Влияет Они Могут Загасить Точнее Вы Можете Какие-то Процессы Какие-то Инициировать И В этой Связи Есть Два Разных Подхода В Обществе То Что Мы Называем Грубым Словом Рынок Можно Назвать Его Просто Как Социальное Поле Области Базовой Экономики Спрос Формирует Предложение Он Относится Больше К сферам Торговли Регулярного Бизнеса И тех Проектов Где Нужно Что-то Продать Или Нужно На чем-то Заработать Деньги Мы Все С вами Понимаем Как Он Работает Если В Обществе Существует Спрос Всегда Найдется Тот Кто Предложит Им То Что Они Хотят И Эти Подходы Пронизывают Культурных Да Где В случае С масс-культурой Мы имеем Дело С низкопробным Контентом И Контентом Ориентированным На То Что В чем Существует Наибольший Запрос В обществе Да И все Эти Песни Про Выпивку Неудачную Любовь Все Что Угодно То есть В сознании Людей Существует Спрос На это И Конечно Находятся Те Кто Им Предлагает И Это Достаточно Короткий Более И Легкий Путь Найти Свою Аудиторию Все Таки И то Что касается Журналистики И креативных Подходов Относится Немножко К Другой Форме Существования Что ли Да Когда Предложение Формирует Спрос Это Миссионерская Деятельность Зачастую Она Связана С Каким То С Какой-то Более Преодолением Негативного Отношения Общества С Многими Другими Факторами Но Все-таки Креативность Начинается По-настоящему Там Где Мы Формируем Спросы Общества Ноу-хау Новый Продукт Какие-то Креативные Проекты Все Это В идеале Опять же Да Должно Отвечать Формировать Вернее Запросы Общества В частности Вот Как пример Та же Самая Ночная Мэрия То Как мы Взаимодействуем С профессиональным Сообществом Когда мы Начали Это делать Примерно Год Назад Просто Проводить Семинары Какие-то Опентолки В штабе Делать Интервью У Профессионального Сообщества Было Однозначное Мнение Что у нас Все хорошо Ну да Мы Конечно Не Берлин Не Нью-Йорк Но вроде бы Как бы Нас не трогают И пусть оно так Потом Начали происходить Какие-то Инициативы В прессе Да Приехал Там Мэр Берлина К нам в гости Мы методично Инициировали встречи И в какой-то момент Сообщество Поняло Что Действительно Есть спрос На улучшение Качества И индустрии И жизни И все Что с этим происходит Встал вопрос Да С одной стороны Программа Должна существовать Существовать Она может Только на деньги Спонсоров Каким образом Привлечь деньги От работы Для спонсоров Идеи И не испортить Контент Зачастую Это достаточно Актуальный вопрос Особенно Для концептуальных Каких-то проектов Сугубо Таким образом Создавая продукт За пределами Понимания И стереотипов На первый взгляд Казалось бы Это сопровождает Вообще Всю мою деятельность Все говорят Что за ерунду Вы затеяли Программы Вечеринки Фестивали То же самое С ночной мэрией Говорят Да ничего не получится Зачем все это нужно Сидите ровно Не высовывайтесь И тем не менее Методично Воспроизводя Контент И делая это искренне Вы все равно Приобретаете свою аудиторию Все равно Формируете Тот самый спрос Который генерит предложение Собственно Задача креативных проектов И заключается в этом На сегодняшний день Деятельность Связанная с креативными проектами Сводится в основном Кроме инициативы Ночная мэрия Которая я уверен Получит свое продолжение И главное Что в рамках этой истории Есть Это поддержка сообщества И понимание власти Что это нужно Кроме этого В резиденции креативных Индустрий штаб Мы инициируем проекты Побуждающие людей Создавать что-то В частности Битва креативных менеджеров Третий сезон у нас Стартует буквально На следующей неделе Кстати я приглашаю Если хотите Можете тоже принять В нем участие Суть какова Любой желающий Поступая в проект Обрекает себя На пять недель Достаточно жестких Процессов Людей делят на команды В процессе работает Тренер по командообразованию Эксперты И наставники Из числа тех Кто делает события И профессионально действует В городе Команда достает кейсы Они очень разные Например В прошлой битве Был кейс Создание Фотосессии И презентационного события Для толстушек Они отбирали Полных женщин Фотографировали их По-моему даже Договорились Где-то на плакатах Они висели Или например В направлении спорта Несколько разных направлений Был организован Пинг-понг-баттл Для футболистов Высшей лиги В общем Команда достает Подобные кейсы И у них есть Короткий промежуток времени Для того Чтобы это событие Организовать Они взаимодействуют С наставниками С теми Кто способен Компетентно Передать опыт Реализуют события Набирают очки И по итогам Выигрыша Команда Получает приз На создание Собственного события По факту Как ни странно Оба сезона Прошедших битв Креативных менеджеров По итогам Ни одна команда Не забрала свой приз Потому что Первая работа Это у нас в компании И это главное Что они получили Им просто не до этого Не для создания Собственного события Вторая команда Это кстати Тоже вопрос Командной работы Никак не может договориться Между собой Какое же событие Им все-таки реализовать Кроме этого Мы привозим Очень серьезных спикеров Федеральных Это люди связанные С организацией событий И с прикладными Дисциплинами СММ-продвижением Разные Есть темы Но например Сергей Миров Генеральный продюсер Сотворения мира Приезжал С темой Создания Культурных Национальных брендов Очень актуальная Тема для нас Директор Элитмодел Лук Приезжал И рассказывал Как создавать события В мире фэшн индустрии Володя Фонарев Известный Так же как Диджей Фонарь У него большая компания Digital Emotions В Москве Они делают Основную часть Больших Событий Танцевальных Он приехал Разложил все На сметах На презентациях Все алгоритмы работы То есть Помимо того Что команды Практически реализуют себя И только в практике В наше время Можно определить Кто есть кто Потому что На собеседование Приходят все Очень умные И натасканные В самопрезентациях Люди А когда начинаются Проекты Начинаются сюрпризы Поэтому это чуть ли не Единственный способ Выявить реальные Компетенции И способности Людей Этот проект Создан для того Чтобы Исправить ситуацию Событий На индустрии В городе Потому что Картина такая Есть несколько Организаторов Событий Реально профессиональных Действующих И есть Там Во много раз Больше людей Которые считают Себя организаторами Событий Делают что-то Заполняя рынок Тарасортными Тритисортными Продуктами При этом От этого Страдает вся Индустрия Для этого И был создан Проект Битвы креативных Менеджеров Чтобы люди Повышали Свои компетенции И чтобы В городе Все-таки Была более Структурированный И профессиональный Подход к этому Как в других Городах И странах Где Для организации Того же Самого Ансаунда Были бы Скорее всего Привлечены Профессиональные Организаторы Подрядчики Те Кто может Это сделать Это Вообще Особенность Такая Нашего Города У нас Есть Два Момента Которые Мешают Развитию И креативных Индустрий И Сообществ Первый Это Кстати Социологические Исследования В Казани Отсутствуют Лидеры Сообществ Как таковые Во всем мире Примерное Наращивание Аудитории Происходит Так Вокруг Одного Или Нескольких Организаторов Формируется Узкий Круг Людей Такая Узкий Круг Тусовки Условно Глядя на Которую Начинают Подтягиваться Другие И так Она Потихонечку Растет Устами Лидеров Сообществ Говорятся Многие Вещи Казань Сильно Отличается От регионов России Тем Что У нас Не слушают У нас Не Привыкли Люди Ориентироваться На мнение Подобных Лидеров Это Сильно Затрудняет Развитие Индустрии И Работа С аудиториями И Второй Момент Который Также Сказывается Сильно На городе У нас Не Привыкли Кооперироваться Не Привыкли Сотрудничать Каждый Кто Создает Что-то Считает Что он Должен Создать В своем Углу И Не Пустить Никого И Любая Коллаборация Кооперация С соседями Может Привести К тому Что Будет Потерян Проект И Таким Образом Очень Автономно Существуют Очень Многие Креативные Отрасли В нашем Городе И Событийные Индустрии Связаны И с творчеством Битва Креативных Менеджеров Призвана В том числе Работать Со вторым Моментом Моментом Кооперации Между собой И дать Людям Понять Я просто Еще Уточню У нас Очень Много Молодых Людей У каждого Из них Практически Есть Своя История Попыток Креативных Интересных У кого-то В большей Степени Реализуется У кого-то Меньше Подсказка Есть Куда Если что Обращаться Штаб Битва Креативных Менеджеров Один Как Способ Реализовать А Если У нас Есть Еще Какие Идеи Куда Нам Можно Подойти Может Обратиться Есть У вас Какая Такая Возможность Разработать Помочь Молодым Талантам Я думаю Что Даже Нужно Это Разрабатывать Мы С удовольствием Поддерживаем Любые Инициативы В частности С битвы Креативных Менеджеров Если Нет Желания Участвовать Сделать События Можно Создавать Телевизионные Версии Всего Этого Я Тоже Не Скал У нас Достаточно Большие Ресурсы В социальных Сетях Доступ Только К собственным Пабликам Вконтакте У нас Больше Двух Миллионов Человек По Татарстану Плюс Ко всему Информационные Ресурсы Много Очень Сообществ То есть Это тот Инструмент С помощью Которого Можно Быстро И Эффективно Транслировать Свои Идеи Свою Работу На Достаточно Широкий Аудиторий Поэтому Любые Идеи Связаны Как с Битвы Креативных Менеджеров Так С более Мелкими Какими-то Там Не знаю Конференция По ТВ Журналистике В штабе Или у вас Привоз Каких-то Спикеров У нас Принцип Мы Разговариваем Со всеми И Стараемся Поддержать Всех Потому Что Это Важно Действительно И Это Не Про Деньги Не Про Собственные Интересы Мой Отец До сих Пор Не Понимает Зачем Я Все Это Делаю Если Не За Все Мне Платят Деньги Мне Очень Сложно Это Объяснить Но Тем Не Менее Это Миссия Мы Готовы Со Всеми Сообщаться Здравствуйте Екатерина Второй Курс Вы Говорили Практически Самом Начале Лекции Что Очень Важно Принять Свой Продукт Каким Бы Он Не Был Результат Но Что Делать И Как Двигаться Дальше Если Этого Не Происходит Хочешь Вот Не Можешь Не Можешь Принять Да А Есть Пример Какой Ну Да Есть Пример Мы Снимаем Сейчас Уже Сняли Точнее Пилот Для Одного Телеканала И Некоторые Моменты Меня В этом Не Устраивают Я Никак Не Могу Их Принять Что Просто Это Первый Опыт Это Должно Быть Но У меня Как В душе Все Не Однозначно Грубо Говоря Мы Наверное В этом Похожи У меня Очень Часто Приходится Иметь Дело С Осадком Внутри Да Вроде Даже Порой Что Ты Сделаешь Классно Но Я Знаю Что Я Выйду С Лекции Да И Много Буду Думать И Переживаю Что Скала О О Сем Мне Помогает Следующее Поскольку Я На самом деле Человек Не Очень Структурированный Я Просто Беру Ручку С Листочком Выписываю Плюсы И Минусы И Убираю Минусы И думаю Только о плюсах И культивирую Настраиваю Своё сознание Потому что У любого Провала Есть уроки Очень полезные Если уж Совсем Их там Нет То просто Но есть Смысл Забыть Об этом И удовлетвориться Тем Что его Нет Просто Вопросы Ага Пожалуйста И потом Уже Видимо Завершающий Вопрос Будем завершать Хорошо Какие проекты В рамках города Нас ожидают В ближайшее время В ближайшее время Но Опять же У меня У меня в голове Есть вот Несколько векторов В которых мы действуем То что касается Ночной мэрии О которой Так любят говорить И я В том числе Мы готовим Сейчас путеводитель По Ночному городу Где будут Обозначены Кроме клубов И баров С ними Вообще Все понятно И деятельность Ночной мэрии Она главным образом Не про это А про создание Альтернативы Как раз этому Там будут Обозначены Общественные места Парки Куда могут Сходить туристы Точки обозрения Откуда открываются Виды Кинотеатры Какие такие вещи И это наша Инициатива Мы вкладываем Свои собственные деньги Не ожидая От государства Поддержки И вообще Большинство Инициатив Лучше Продвигать самим И не объяснять Свою беспомощность Бездейственность Отсутствием ресурсов Потом мы готовим Конференцию По ночным индустриям Ее цель Актуализировать Во-первых Проблемы Которые есть в городе Сплотить сообщество И Включить Казань Действительно В интернациональный Процесс Очень важно И это тоже Один из минус города Мы не осознаем себя Гражданами столицы У нас до сих пор Какое-то ущербное Сознание Парадигма Что мы провинция И У нас до сих пор Покупают аудиторию Заморскими диджеями И спекулируют на этом И Задача Одна из конференций Все-таки Дать понять Сообществу Что мы часть Одной большой истории Из Событий Мы все-таки Готовимся К новому сезону В следующем году Пройдет Ряд Состоится Ряд проектов Это ночные маркеты Мы будем их делать В любом случае Они проходят по всему миру Очень интересный формат Сейчас Согласовываются с городом Пока еще под большим вопросом Но Я думаю Что Скорее всего Состоится Фестиваль 3D рисунков И фестиваль Видеомаппинга Мы хотим Анимировать Около 10 Объектов В городе Видеомаппинг Знаете Что такое Анимировать На ночь Эти объекты Чтобы наш Город Стал красивым Плюс ко всему Музыкальные фестивали Разные Я все-таки Надеюсь Что Мне удастся Сбежать От зимы В Индию И вернувшись В феврале Мы начинаем Сезон У нас вообще Сезонная Работа Зимой Мы делаем То, что Связано С аудиториями Иницируем Конференции Какие-то Проекты С весны Начинается Событийная Составляющая Которая Поддерживает Наши инициативы Спасибо большое Артур Ребята Аплодируем Спасибо Аплодируем Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова